Сегодня у нас в гостях Максим Волков, руководитель компании Волков ПРО, и мы будем говорить о выставке Ван Гог, ожившие полотна. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Хотелось бы узнать поподробнее о выставке, что это будет, как это будет, и я так понимаю, она уже открылась, она уже работает в действии. Да, 29 декабря мы открылись в Новосибирске. Вообще, на самом деле, надо начать немножечко с другого. Дело в том, что два года назад наша группа компаний впервые привезла в Россию такого уровня проекта, как мультимедийные выставки, масштабные мультимедийные выставки. Это был как раз Ван Гог, правда, это был немножечко другой Ван Гог, Ван Гог Элайф, это был австралийский продукт. И в январе два года назад в Москве мы открыли это действо, и вы знаете, первые буквально несколько дней как-то это странно шло, а потом у нас устраивались в очередь почти как в мувзолей. То есть российский зритель это понял, принял и полюбил. И в итоге у нас менее чем за три месяца прошло 250 тысяч человек. Это я говорю, в принципе, о восприятии проекта. А как это происходило? Что это было? Значит, ну, я расскажу, как это в Новосибирске. Новосибирске. Собственно говоря, в этом году, вернее, в прошедшем, уже в прошедшем году, отмечалось 125-летие со дня смерти Ван Гога, и европейским фондом Винсента Ван Гога по всему миру проводится большое количество мероприятий под общим брендом Ван Гог 125 лет вдохновения. Собственно, проект, который сейчас демонстрируется в Новосибирске, он непосредственно с этим связан. Что это такое? Это большое пространство, более тысячи квадратных метров. Ну, на самом деле, я сразу должен сказать, конечно, лучше один раз увидеть, чем тысячи раз услышать, но, естественно, я вкратце могу... Что, чтобы наши зрители знали, понимали, куда они идут, что? Расскажу, что это такое. То есть это пространство более тысячи квадратных метров. Это громадные экранные поверхности высотой до 6 метров. То есть это стены, я так понимаю? Это стены, это потолок, это пол. И это более 40 поверхностей, которые наполнены контентом. Но прежде чем попасть в выставочный зал, сначала вы проходите зону интродакшн. Дело в том, что выставка не исключительно для знатоков и любителей, а мы рады видеть всех, даже людей, далеко очень неглубоко знающих вообще, в принципе, художественное искусство, и тем более, там, Винсенда Ван Гога. Это про меня, да. Так вот, в зоне интродакшн вы можете познакомиться с историей Ван Гога, кто, что, почему, какие основные периоды были и так далее. А потом вы попадаете в сказочный мир мультимедиа. То есть это, как я сказал, уже громадное пространство с большим количеством экранных поверхностей, на которых демонстрируются мультимедийные действия. То есть мультимедийные действия, в принципе, по эффекту, это нечто неразделимое. То есть это сочетание звука, звуковой подложки, а это в основном классическая музыка и специально подобранные композиции, соответствующие настроению того, что вы видите на экранах. А на экранах мы показываем некую коллаборацию из художественных произведений, писем Ван Гога, цитат, а также, ну, каких-то, может быть, документальных вещей. Но это все оживлено и, так скажем, обработано в 3D-графике. Поэтому, когда вы видите картины, они в реальном смысле оживают. То есть это трехмерное действие, не просто экранное. Нет, ну, учитывая то, что пространство вас окружает везде, это буквально даже четырехмерное действие. Но это просто мультимедийная выставка, это некий экспириенс, приключение. То есть, когда ты попадаешь внутрь либо сюжета картины, либо внутрь целого пласта, например, периода определенного, в котором творил художник, или той атмосферы, в которой находился. То есть ты как бы можешь почувствовать то, что происходило либо с художником, либо вокруг него во время создания того или иного шедевра. Хотелось бы узнать поподробнее о том, какие именно полотны будут выставлены и как вот этот проходит процесс оживления. Но я предлагаю сделать небольшую паузу. Мы посмотрим новости и вернемся обратно говорить о Ван Гоге и оживших полотнах. А мы продолжаем и тему нашего общения. Ван Гог, ожившие полотна. И разговор мы ведем с Максимом Волковым, руководителем компании Волков Про. Максим, давайте вот прям подробно сейчас поговорим о выставке. И какие полотна будут представлены, какие творения, шедевры? На самом деле за свою жизнь Ван Гог создал около тысячи картин полноценных. И более трех тысяч вообще в принципе работ, это и наброски и так далее. Так вот, чтобы увидеть хотя бы десятую часть того, что он сделал, вам придется потратить не один год. И более того, скорее всего, вы не сможете все это увидеть, потому что многие картины находятся в частных коллекциях. В нашем же действии, в нашей выставке, показано более 400 картин. И работа по сбору цифровых изображений велась более пяти лет. То есть выставка готовилась пять лет? Выставка готовилась больше, чем пять лет. То есть на самом деле это очень большая работа. И она была произведена многими компаниями. То есть это была коллаборация разных стран, разных искусствоведов из различных музеев и в принципе инициаторов таких проектов. В итоге вы в одном месте, в Новосибирске, можете увидеть более 400 работ великого мастера, среди которых, конечно, есть все его самые известные картины, такие как «Подсолнухи», «Звездная ночь», «Спальня в Орле». Вот насчет «Спальни», кстати говоря, абстрактная, то есть изломанные углы, градус отображения и так далее. Так вот мы абсолютно в таком же виде ее воссоздали в Новосибирске. И эта «Спальня» приехала напрямую из Берлина, где вот только что закончилась наша выставка. То есть вы приходите и помимо самой выставки вы видите ожившую картину, сделанную буквально руками мастера. То есть ты буквально входишь в «Спальню художника»? Да, да, ты можешь увидеть в реальную величину, в реальном масштабе. Это, ну вот такая вот есть у нас вещь, да. То есть это, так скажем, фишка. Ну то есть вот буквально прямым рейсом из Берлина она приехала в Новосибирск, мы ее здесь смонтировали. Приходите, посмотрите, это стоит того. Также еще надо отметить, что вообще в принципе мультимедиа, он предполагает очень деликатное и грамотное вмешательство в сам контент. Потому что художник и его работы, и вообще в принципе искусство, оно требует грамотного подхода. А ведь же это такая знаменитость достаточно. И кто-то увидит, не поверит, не скажет, не знаю. Ну, понимаете, то есть здесь ведь работа не видеомонтажеров, это реальные искусствоведы, которые подходили к процессу создания и достаточно долго и трепетно создавали этот проект. Самое главное и интересное, что когда мы привезли этот продукт впервые в Россию, мы поняли, что саундтрек, ну озвучка, вот эта вот музыка, которая дает вам возможность глубже прочувствовать и понять, не подходит русскому человеку. А что за музыка была? Это классика, ну то есть это наборы из различных музыкальных настроений, которые позволяют вам глубже окунуться в атмосферу того, что происходит вокруг вас, ну то есть на экранах. И мы поняли, что эта музыка не действует на русского человека так, как она должна действовать, так, как она была задумана в Европе, в Австралии. Поэтому мы были вынуждены переделать этот саундтрек и достаточно долго над ним работали, это почти полгода длилось, чтобы попасть в настроение и очень тонко подчеркнуть те моменты, которые должны воздействовать на зрителя. А как вот зритель смотрит аудиально, на него воздействует это все? Вот как эти моменты, что это за моменты такие? Что действует на русского человека и не действует на европейца, и наоборот? Ну, смотрите, находясь в зале, на самом деле, надо отметить, что мы не ограничиваем время присутствия на выставке, то есть некоторые люди у нас по целому дню находятся. То есть у нас есть удобные пуфики, лавочки, вы можете присесть, прилечь, погрузиться в атмосферу. И когда вокруг тебя более 1200 квадратных метров экранных поверхностей, естественно, все, что происходит вокруг и все, что воздействует на тебя, оно, ну, как бы достигает некого эффекта. Так вот, мультимедийная выставка любого характера, будь то художник или еще что-то, она действует на три органа восприятия. Первое – это пространство, потому что ты находишься в пространстве, где не просто так экраны по стенам висят. Это определенные геометрии, географии, определенные перспективы. Ты находишься в одном зале, видишь некую перспективу, или ты находишься в центре. То есть это продуманное инженерное решение. Сами собственные экраны – это видеоизображение и аудиовосприятие. То есть вот три сочетания, сочетание трех этих источников дает некий общий эффект. Это и есть мультимедийная выставка. Конечно же, картины – это основа, ну, собственно, так скажем, основа впечатления. Но когда ты стоишь в галерее, собственно, вот не надо путать, да, это совершенно, многие меня спрашивают об этом, ну, как же, вот есть оригиналы и так далее. Ну, помимо того, что вы 400 картин не можете увидеть в одном месте в принципе, и вам потребуется очень много времени, чтобы объездить все галереи мира и увидеть хотя бы 100 картин, то тут еще важный момент, что вы должны понимать, когда ты находишься в галерее, ты общаешься тет-а-тет с произведением художника, с каждым его мазком. И это такое восприятие, ну, буквально интимное может быть. Когда ты находишься на мультимедийной выставке, это все буквально живет и буйствует вокруг тебя, погружая тебя в атмосферу. И это оказывает очень яркий, впечатляющий эффект на молодежь, кстати говоря. У нас во многих... Какая картина на вас произвела впечатление? Ну, на самом деле, я Ван Гога очень люблю, потому что, несмотря на то, что он жил в позапрошлом веке, его эмоциональность в создании картин, его, в принципе, палитра и гамма, и экспрессивность некая вот эта вот, она очень актуальна на сегодняшний день. Не знаю, для меня, наверное, «Звездная ночь» она самая яркая. Почему? Что вас не привлекает? Буйство красок, глубина восприятия одновременно реальности и звезд, неба, ну и самое главное настроение, конечно же. То есть, несмотря на то, что художник посвятил себя и отказался... посвятил себя искусству и отказался от всего в жизни, он жил только вот с созданием картин, ну и, как показало время уже, он стал... Ну, в общем-то, он самый продаваемый художник в мире и самый дорогой на сегодняшний день. Сколько творил Ван Гог на протяжении скольких или их? Ну, у него была сложная судьба, основной период творчества длился менее 10 лет. И он создал за это время... Три тысячи? Ну, три тысячи работ, более тысячи картин, так скажем, да. Это примерно, чтобы понимал зритель, это примерно по одной работе в день, вот примерно так. То есть, человек творил... И можно будет увидеть более тысячи произведений, да, на выставке? Ну, у нас более трех тысяч имиджей и более четырехсот законченных картин. А как оживлялись вот эти картины, мне интересно? Это где-то написано, предыстория о том, как это писалось? Либо это вот фантазия искусствоведов, так скажем? На самой выставке, конечно же, вкратце касаемся мы этого вопроса, ну, в зоне интродакшна, что это такое. Но на самом деле принцип оживления картин – это как бы домысливание руки художника. То есть, мы видим, что... Ведь в любом случае, живопись – это такое искусство, в котором запечатлевается момент. Но в моменте тоже есть движение. Ну да. И работа искусствоведов у нас очень глубокая и долгая шла работа, когда это буквально жаркие споры, когда видеорежиссеры, инженеры и искусствоведы спорят над том, что же имел в виду, собственно говоря, художник, создавая эту картину, и каким образом подходить к вмешательству, чтобы не нарушить ту гениальность, которая там появилась, родилась. Поэтому это очень сложный процесс. Но чтобы это понять и как бы почувствовать, об этом можно очень долго говорить, но лучше один раз увидеть. Слушайте, теперь я понимаю, почему работа над выставкой длилась действительно более пяти лет. Такое решение, такой выход на это действительно очень сложно. Спасибо вам большое за рассказ о выставке. Дорогие телезрители, приходите, смотрите. Это Ван Гог, ожившие полотна. Ну а у нас в гостях Максим Волков, руководитель компании Волков Про. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.